Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, добро пожаловать в новый влог, немножко подгоревшая я. Я была на леденной прогулке вчера, мне казалось, что у меня такой прикрывающий все тело комбез, и я нанесла, спев только на шею и на лицо, и в итоге вечером как глянула на себя в зеркало, я обалдела от того, насколько я красная и сзади, и спереди. У меня были связаны волосы, но сегодня уже пасмурная, поэтому можно ходить и не бояться, что обгорю повторно. Я была вчера в нашем аутрите, где есть фирменный магазин концерна Estee Lauder. Я туда поехала с одной целью, но в итоге вышла с целыми, даже двумя пакетами. По-моему, в Варшаве у них тоже есть такой фирменный магазин. Это не стоковый магазин, где дорас продают какие-то там коллекции. Нет, у них очень много стандартного ассортимента в продаже, но по классным ценам, там минус 30%, и сейчас в честь дня матери были еще дополнительные скидки. И помимо подарка, который я купила, декоративки, я наконец-то совершенно случайно подобрала себе аромат от Jo Malone. И несколько раз подходила к их витрине, и как-то так вот не было, знаете, такого щелчка, когда ты понимаешь, что это твое, это подходит тебе по настроению. Для меня это тоже сезонный аромат. Он хоть и называется «Чай с бергамотом и с огурцом». Огурца я здесь не ощущаю, что-то такое свежебергамотное, немножко цитрусово-фруктовое. Я чуть-чуть им попользуюсь, и потом сделаю более подробный обзор. За 100 мл я заплатила, по-моему, раза в три меньше, чем могла бы в обычном магазине. Свеча Jo Malone, она тоже была по акции, но мне понравился аромат. Английская груша и фрезия. Я пока что ее не распечатывала, она такая красивая, мой внутренний эстет ликует. И мне показалось, что такой аромат будет приятно ощущать дома, вне суперконцентрированной версии. Когда зажгу, скажу, как оно пахнет вообще. Ощущается как-то дома или нет. Тон у Testy Lauder был во всех даже ходовых цветах. Это «Футурист» с SPF 45. Он у меня был уже два раза. То есть, третий раз его приобрела. Взяла себе оттенок на лето 1W2. Вот. Давайте, наверное, как-то сделаем собиралку. Тени от MAC. Такие светло-чуть розоватые. Но они у меня сегодня на веках. И розового здесь прям минимум. Коралловая помада. Вы спрашивали, что было на мне в видео про уход 260. Такой очень красивый коралловый. Estee Lauder. Идеальный нюд от Bobby Brown. Сегодня тоже его нанесла по контуру. Конечно, такой цвет можно найти и в более бюджетных брендах. Но я решила гулять так гулять. Я вообще люблю Bobby Brown. Мне нужна была какая-то увлажняющая маска. Не тканевая, а прям кремовая. Нравится мне Clinique Moisture Search. Она когда-то была у меня в мини-версии. Я тут взяла полноразмерную. Еще что-то. А, да, собственно, я туда поехала за сывороткой для Насти. Я очень хотела, чтобы она попробовала Advanced Night Repair от Estee Lauder. Был наборчик. И я взяла тут еще какой-то крем для лица и крем под глаза. Кстати, крем под глаза. Лично мне его недостаточно. Но вот я надеюсь, что сыворотку она оценит. Там было столько всего от MAC. Я еле себя сдержала, чтобы ничего не купить. Хотя у меня всегда может быть отговорка, что я же чуть-чуть бьюти-блогер. Мне можно купить для сравнения, для того, чтобы узнать новую формулу. Но потом думаю, нет, в следующий раз вернусь, если что. И за все эти покупки мне еще и дали классный набор с миниатюрами Estee Lauder. И сыворотка здесь есть, и умывалка, и кремы, и даже тушь. Слушайте, очень приятно. Шчамница – это одно из моих любимых мест для отдыха с семьей. Оно находится где-то в двух часах езды на машине от Кракова. И особенно мне нравится здесь летом, весной и осенью. И когда вот в городе разгар лета, жарко, парка, ты приезжаешь, шчамница свежо, очень много тени. И здесь классно как с маленькими детьми, так и с детьми постарше. Не только красиво, не только можно отдохнуть по-настоящему душой, но еще и есть чем заниматься. И мы зачастую или берем с собой самокаты для детей. Здесь большое количество велосипедных и пешеходных трасс для прогулок. Если вы хотите, а также не обязательно тянуть с собой велосипеды. Мы как-то арендовали их прямо на месте. Это не так дорого. Если у вас совсем маленькие дети, то можно арендовать специальные прицепы, кресла и так далее. Есть и электровелосипеды, в общем, что ваша душа пожелает. Также есть подъемник. Можно подняться наверх, прокатиться на машинках в горах с прекрасным видом. Можно прокатиться на вот такой повозке конной. И также вы можете спуститься по реке сами на каяках. Или же спуститься по реке на лодке побольше с местным водителем. Очень интересно. Мы никогда не пробовали, но обязательно это сделаем. И пешком или же на велосипеде вы можете дойти до Словакии. Так как эта местность находится прямо на границе с другой страной. Если никогда не были, то очень советую посетить. Чуть-чуть непредвиденные обстоятельства. Потому что меня подкосила ангина, я лечусь. И не могу снять то, что запланировала. Но зато давайте посмотрим, что у нас тут происходит в саду. Во-первых, Томак с папой реанимировали нашу мебель на террасе. Это Икеа. И у нас вообще на зиму были такие специальные чехлы. Мы накрывали и все было окей. Потом я не знаю, то ли из-за дождей, то ли из-за чего. В общем, за лето все изрядно попортилось. И покрывать еще раз все лаком не вариант. Поэтому они купили краску, покрасили. Все нормально. И идеальный цвет. Но сейчас у нас что-то очень сильно пылит. Наверное, цветет рапс. И все покрыто желтой пыльцой. Машину можно не мыть. Потому что она даже приобрела такой желтоватый оттенок. Как вы видите, здесь у нас овощи, помидор и рассада тоже. Захар ходит в клуб огородника в школе. И они там выращивают салаты, помидоры, рукколу. Ну вот эту всю зеленушку. Также редис, свеклу садили. И вот принес помидорчик, который я хочу пересадить, когда мне станет чуточку лучше. Это мы тоже принесли со школы. Был день земли. И давали вот такие вот маленькие растения, которые тоже дети рассаживали. И каждый желающий мог взять к себе домой. Нужно купить горшочек, и мне не хватает земли, но мне сейчас нет сил ехать за ней. А Игнат так хотела уже сразу собирать плоды, что Тома купил сразу уже большой помидор черри, томаты. И уже несколько раз собирали плоды. Я думаю, что я сделаю себе такой, как это называется, ну в общем такой уголок, где у меня будут расти приправы. Ну не знаю, в прошлом году не успела, успею в этом или нет. Как-то так я снова прошляпила этот момент. Буганвилла. Большие растения, которые у нас на террасе, мы прячем в гараж. Несмотря на то, что у нас там нет освещения, Томак все это зимой поливает, и они нормально пережидают. То есть все наши цветы мы просто убираем. А кстати, в отапливаемый гараж, я думаю, что это имеет значение. И вот за зиму Буганвилла и всякие такие около южные растения, они как будто умирают. То есть достаешь, и они прям вообще замерли, и потом начинают распускаться. Очень здорово, и даже пальмы, вот одна. Смотрите, выпускает новые листочки, я так рада. Томак говорит, что нет смысла их пересаживать, поэтому мы их не трогаем, и в принципе они чувствуют себя нормально. Пальма побольше вон тоже. Оливковое дерево, такое полудохленькое было, я за него даже немножко переживала, но оно уже выпустило много новых веточек молодых и разрастается. Это декоративная оливка, но все равно на ней маленькие плоды, они несъедобные, но это так атмосферно выглядит. Я хотела бы купить себе еще декоративные эти мандарины или апельсины, или, может, лимоны. Нужно будет отправиться в магазин. Это олеандр, у нас их несколько, и они у нас розового цвета. Очень много их в Хорватии, в Италии, но нужно быть осторожными с ними, потому что они ядовитые. Еще буганвилочки. Я думала, что они и не оживут. Юкася пришла ко мне, но вижу, что выпускают листочки, и это так здорово. После зимы вроде как все нормально с растениями. Юкася. С Юкасей тоже все прекрасно, у нас была стерилизация, все прошло хорошо, она легко перенесла, даже легче, чем Микуша. Тоже олеандр. Тома говорил, что это буганвилла. Ну вот так, да, у нас тут зверь охраняет дом. Тома говорил, что буганвилла, скорее всего, капут, но начали появляться листочки. Ой, Ю, ну я знаю, что ты у меня тут самая важная, самая важная, самая тут вообще, главное, в этом доме, в этом саду, скажи, все мое. И вот это что-то такое, я даже не знаю название, но оно выпускает красивые красные цветы. Ранее весной приходил садовник, он поухаживал за деревьями, немножечко его обрезал, вот это, которое вы сейчас видите по центру, потому что оно очень сильно разрастается и дает слишком много тени, поэтому мы его подрезаем, чтобы оно смотрелось аккуратно, ну и снова сбрызгали его чем-то, чтобы не атаковала вот эта мушка, которая уже надоела всем в нашем регионе. Она на очень многих деревьях, и они постепенно умирают. Моя сакура тоже цвела, я не успела заснять этот момент, она цветет неделя-две, наверное, но как-то быстро с нее посыпались цветочки. У многих перемерзли магнолии в этом году, особенно ранние, и наша тоже как-то так цвела хиленько. Из-за затяжной и достаточно холодной весны у нас вот буквально недавно только потеплело, народ, конец мая, у нас несколько теплых дней было, я вообще в шоке. Им, наверное, не хватило тепла, солнышка, особенно вот этот слева. Второй еще более-менее, но здесь есть какие-то цветы, которые уже отцвели, очень много бутонов. Я надеюсь на то, что они как-то, знаете, расцветут, и не придется их выкорчевывать и садить новые. Мы покупали их уже большого размера, и такими цветущими. В прошлом году они очень красиво цвели. Это одни из моих любимых кустов, цветов. У нас в саду, и вот из-за холодной температуры, холодной весны, они, конечно, сильно потрепались. В июле у нас самый красивый сад, как мне кажется, столько цветов, и когда зацветут розы, я же надеюсь, с ними все окей. Мы с вами еще посмотрим. Я обожаю делать такой мини-обход, когда утром теплом. У соседки растет какая-то такая мини-сирень, она небольшая, и слушайте, как же она пахнет. Вообще сирень пахнет, но это как-то суперинтенсивно, как будто у меня под носом духи, а я стою там в трех метрах от нее. Глициния в этом году тоже не цвела, хотя в прошлом году я радовалась, что наконец-то цветение началось, и сейчас вот, блин, ни одна не зацвела. Я вижу по сториз там, например, Ярослава Киричок, которая живет в Англии, там уже давным-давно все цвело. Мне кажется, что в этом году не судьба, хотя такая зеленая, пышная, но цветов нет. Юки, Юки, не копай, не надо. Мы копали на прогулке, дома не надо копать. Посмотрим, мы только вырастили траву на тех ямах, которые Юки копала на протяжении прошлого лета, осени, и даже зимой, скажу, у меня отлично получалось. Гирлянды мы не убираем, она так и висит целый год, и это гирлянда из какого-то интернет-магазина, но не помню. Томак ее заказывал очень давно, пару лет тому назад, и она до сих пор отлично сужит. Единственное, что это не хиленькая такая гирлянда, а она предназначена именно для террас там, для улицы, то есть она не боится ни влаги, ни мороза, любой температуры и погоды, все нормально. Ну, скажи, я тут, конечно, тоже вам помогаю, я люблю стягивать это все, и глаз да глаз. Я очень активная барышня, и скучать им не даю. Мы хотели бы поменять гриль. Томак сказал, что лучше, удобнее электрически его, быстрее можно разогреть и что-то туда бросить, приготовить. А еще, девочки, помните, года два тому назад, если не помните, то неважно, сейчас скажу, мы построили вот такую будку. Она очень вместительная, здесь хранятся и велосипеды, сейчас они у нас в гараже, на подвесных таких штуках. Но на зиму сюда и сноуборды, и лыжи, и все складываем, у нас четыре человека, поэтому поверьте мне, четыре самоката, четыре велосипеда, всякие шлемы, лыжи и шлемы для лыж, и вот это вот все занимает очень много места. Ну, короче, суть в том, что нас убеждали, что все это дерево покрыто специальным лаком, и оно не будет темнеть, не будет как-то гнить там и покрываться плесенью. И, что вы видите, в этом году обязательно нужно перекрашивать. В прошлом году томок тоже перекрывал еще раз, но, наверное, придется взять какой-то цвет потемнее. Обидно, конечно, но, видимо, по-другому не могло быть. Гортензии, мискантусы, вот это гортензии. Я их называю кормовыми, а вы говорите, что это достаточно дорогой сорт, но такие и, слава богу. А, мискантусы, это вот эта декоративная трава. Из того, что у нас тоже пропала в этом году, это декоративная трава невысокая. Она была такая красноватая, росла вот здесь, и просто... Ой, Юки. Ну, видите, она просто не дает мне вообще ничего делать, везде со мной, везде со мной. Лежит у меня там в комнате среди всей моей аппаратуры. И, скажи, лежу на полкомнаты, она небольшая. Ну, в общем, видите, что травы здесь нет. Она куда-то испарилась. А вообще была вот такого цвета вся, и выглядела очень красиво, росла поверх вот камушков. И очень симпатично это все смотрелось. Сейчас как бурьян какой-то, нужно убрать, наверное, и засадить новый. Плетущаяся роза. Мы с томиком название не знаем, потому что мы просто покупали что-то, что должно было плестись по забору. И, собственно говоря, так и происходит. Это тоже одни из моих любимых роз. Они, получается, как живая изгородь выглядят. И очень вкусно пахнут. Они нежно-желтые, совсем скоро зацветут. Вот здесь у нас чуть-чуть хаос, потому что как-то все заросло, затянулось, цвели нарциссы весной. Кстати, то, что я высаживала, вы мне говорили, типа, высади, высади. Все, что я покупала в горшочках, фиг там, оно вообще не принимается, умирает сразу же. А этот Тома купил какие-то цветы, которые очень красиво подвешивать. И они потом, знаете, вот так как бы смотрят вниз. У нас снова был дождь. Ночью. Что это за чудо Юда такое? И думаем, куда бы их повесить. Потому что он рассчитывал на то, что поставят, и они как-то поднимутся. Но нет, они слишком тяжелые. У нас две вот такие штучки. Это тоже что-то Томак привез. Вот такое название. И сказал, что у него сейчас нет, ой, елки, ну пожалуйста, нет времени засадить. Я думаю, что я этим займусь. У нас здесь штучек, наверное, восемь разных. Вот это ты хозяйка, Юки, я тебе хочу сказать. Мини-хризантемки. Это мой вид из окна. Лавандочку я привезла. А самые панцирные цветы, как говорят здесь, они переживают. И супер жаркую погоду, и дождь, и любую бурю. Они как-то восстанавливаются, и практически все лето цветут. Это палеоргонии. У меня они ассоциируются с бабушкиным двором. Такие яркие купили. Большие. И у нас их две штуки. Диванчик тоже Томак покрасил с папой. Но чехлы вместе с подушками в этом году мы отдавали в химчистку, чтобы все хорошо очистили. Хотя на ночь мы... О, боже, на ночь. Из-за температуры я выдаю такие перлы. На зиму мы убираем их. И у нас есть несколько сменных чехлов. Потому что мы боялись, что они светлые и будут очень сильно пачкаться. Но по факту они хорошо оттираются. Так, я пошла. Приехал курьер. В общем, все как новое. Теперь приехали мои посылки. Раз мы здесь у входа, то сразу покажу вам, как преобразилась моя композиция, которую я создавала на Пасху. Я решила оставить вот эту штучку. И просто поменяла цветы. Вот высыхают они, девочки, как будто одноразовые. Аж обидно. И я что-то покупала, что-то томок. И у нас получилась вот так азалия. Но это не только азалия. На самом деле здесь несколько разных. И они так периодически цветут. Выглядят очень позитивно. И гортензия вот такая у нас вымахала. Она была зелеными цветами. Вот побольше чуть были, да. Но потом со временем они приобретают другой оттенок. И вообще их цвет может меняться даже несколько раз. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Купальники я такие купила, но частично оффлайн, а частично онлайн, потому что не было всех нужных мне размеров. И не поверите, я купила их в H&M. Посмотрим, как они будут носиться, но те купальники, которые у меня есть, по большей части сейчас на меня велики. Мне понравилась их коллекция из вот такого материала. И здесь, смотрите, есть застежка сзади и регулируются шлейки. Именно такая модель представлена в нескольких расцветках, но можно выбрать себе и верх и низ и собрать такие комплекты, как вы хотите. Мне очень понравились вот эти топы. Они, кстати, есть и в больших размерах на большую грудь. Здесь сзади застежка, широкие бретели, то есть он способен держать, чашечка. И также все регулируется, сможете подстроить под себя. И цвет очень кайфовый. Взяла себе черный топ, у меня есть трусики на завязках из другого материала, просто гладкого. И буду носить с тем, что есть. А в таком цвете взяла себе еще и второй верх с завязочками. Тоже застегивается сзади. Можно отстегнуть шлейки, потому что мне особо там нечего держать. И вот такие трусики, они высокие, с большим глубоким вырезом. Ножка удлиняется и можно опять же подрегулировать под себя трусики. Есть еще и другие цвета, более яркие. Но яркие купальники у меня есть. Захотелось чего-то такого нейтрального. Еще там в таких же цветах есть вот такая модель, которая спереди там по-разному завязывается. И слушайте, купила трусы онлайн. Ну там то ли я не досмотрела, то ли не было понятно, что это елки-палки стринги. Я в стрингах не хожу на пляж. Ну разве что это какой-то менее людный пляж, где меньше детей. Мне кажется, что это как-то некрасиво. Но в любом случае, при всей моей нелюбви к плавкам стрингам, я подумала, что если мы будем где-то в закрытом бассейне, ну типа не будет никого лишнего, то я смогу носить. И на удивление на мне тоже хорошо сидит XS. Я думаю, что если вы прям такая супер маленькая девочка XS, то они будут вам велики. Следные купальники я вынуждена вернуть, потому что они оказались мне велики. И у меня есть много именно пляжной одежды из H&M. Мне нравится там качество. Я как-то в резерв никогда даже не смотрела, что там у них есть. Вы знаете, качество меня вот так вот на первый взгляд очень даже устраивает. Не тонкие. Особенно вот этот, он такой достойный. Только имейте в виду, что вот эти модели, они не с глубоким вырезом в области паха, ног. Особенно вот этот, немножко такой как ретро получается. А в H&M они всегда визуально вытягивают фигуры. Ну, в общем, как-то мне они не подошли. Но вот к качеству, к выполнению изделий у меня вопросов нет. Летние шлепки. Вот эти резиновые я купила в CCC и ношу их дома. Но на пляже они тоже годятся. Легкие, когда очень жарко, то могут парить. И я купила их именно для дома, чтобы тут гасать. А вот такие резиновые я нашла в Zara. Они, правда, увесистые. Надо походить дома хотя бы там пару шагов, чтобы понять, насколько это удобно. И долго искала себе какие-то рыженькие, карамельные. Это то, что я всегда снашиваю. Такие у меня были несколько сезонов. И что-то как-то покупала другие. Не особо вернулась к этим из Zara. Они продаются уже, наверное, года четыре. И цена, между прочим, не меняется. Это кожа. Я знаю, что кто-то их любит, кто-то ненавидит. У меня были разных цветов такие. И на мне они отлично выполняют все функции обычных базовых шлепок. Я люблю снимать видео с дневным светом. И как-то самый классный в зале. И это очень часто видно у меня на фоне. Сюда мы ставим какие-то детские поделки, открытки. Это открытку... Юки зевает. Открытку Игнат присылал из Закопаново, когда они ездили в горы. И разные медали мальчики тоже сюда вешают. Это золотая медаль Игната по чемпионату по плаванию. А Захар принес серебро. Молодцы. Я очень ими гордилась. А это на день мамы. Они делали мне всякие открытки. И вообще поздравили меня цветами. Что это? А, верх ногами, сори. Смотрю, думаю, что не могу прочитать в объективе. I love you с ошибкой. Но самое главное, что смысл правильный. Это вот тоже ребенок на занятиях по информатике. Программировал открытку и потом еще и написал, видите, YouTube. Как слышу, так и пишу. Ну и что? Молодец мой. Тут тоже вот пожелания. И должна была быть фотография Игната. Говорит, но я не успел ее вставить. Очень приятно. А Захаркина открытка там вообще с таким текстом, что я разрыдалась. Она у меня на прикроватной тумбочке. Я ее туда принес. Из своих денег купили цветы. Мне уже, правда, чуть подзавяли. Кофе и мой любимый гель для душа. Посмотрите на этого кайфолома. Она позавчера выкопала яму. Это то, о чем я говорила. Она очень любит это дело. 23 градуса. Только что спала на солнце. И сейчас переместилась в тенечек. Не хочет заходить в дом. Не жизнь, а сказка. Ты что такая гавгучая? Ты мне можешь сказать? А киты не гавкают. Мика у нас была более молчаливая. А это настоящая охрана. Скажи, я как заведусь, так меня не остановить. Пока мама не загонит домой. Она очень любит быть в моей комнате. Скажи, мне там видно, что на лугу происходит. Техника мне не мешает. Могу что-то перевернуть. Могу забрать какую-то косметику. Вот так мы эти золотцы. Моя девочка. Немножко летних аксессуаров. Казалось бы, что у меня их мало. На самом деле, именно летних не так-то и много. Мне очень хотелось себе какие-то браслеты с ракушками. Конечно, они есть на Алиэкспресс. И это никто не отменял. Но я встретила в Парфуа и взяла себе два. Вот такой. И второй именно с ракушками. Я сразу не заметила, что одинаковые на том и на другом. Но они очень прикольно выглядят вместе. Ну вот. Сейчас, кстати, много в каких магазинах. Снова большое количество ракушек. Не знаю. Может, они сейчас как раз еще больше в тренде. Хотя это своеобразная классика жанра. Вот еще такие сережки. Тоже в виде ракушек. И я обожаю бижутерию из Парфуа. Потому что она очень хорошо служит. Мне чернеют и не вызывают у меня раздражения. Это просто резинка с такими жемчужинками. Я очень часто завязываю хвостик. И не всегда хочется брать базовую резинку. Поэтому я решила взять себе такую. Смотрится слегка элегантно. По поводу этих сережек из Зары я еще буду думать. Потому что они массивные. Но для конкретного образа они просто идеально мне подходят. И в Заре еще и были звездочки. Но их очень быстро раскупили. Поэтому я успела ухватить только вот такие большие. Даже на какой-то праздник можно надеть. Не знаю. Нужно прикинуть сколько раз и как часто я буду их носить. И если что, то можно просто вернуть. В Ойше встретила вот такую милую маленькую сумочку. Очень удобно, например, когда идешь на пляж. Или куда-то там, не знаю, где тебе необходим только телефон, карточка и ключ. Сюда помещается телефон. Даже типа Pro Max влезет. И она на длинной ручке. То есть ее можно носить даже через плечо. Ну и тоже, как видите, плетеная с жемчужинками. Морская тема. Какое-то время тому назад в Заре тоже заказывала вот такую кепи бежевую. Они там есть разные. И чуть дешевле, чем всякие там Нью-Йорк Янки. Или как они называются у детей и у Томака Нью-Йорк Янки. У меня есть розовая. Но решила взять себе вот такую нейтральную. Для самых простых образов. И в качестве защиты от солнца тоже супер. И сейчас я хотела бы сделать весеннее. Господи, уже первое число сегодня. Сегодня 1 июня. День защиты детей. Так что с праздником ваших деток. Берегите их. Они беззащитные. Они очень сильно нуждаются в тепле, в понимании, в опеке, в любви. И с самого утра я поздравила деток. Подарила им, собственно говоря, кепи. Еще эти перчатки для футбола. Но сейчас я хотела бы по-быстрому сделать разбор своих ароматов на теплое время года. Я уже успела убрать вот этот аромат из Зары. Red Temptation. Который аналог Бакары. Типа как. Хотя мне он даже чуть больше нравится. Весь холодный сезон я часто использовала и в Saint Laurent. Смотрите, сколько у меня ушло. Достаточно много. Полюбился мне он. И здесь у меня мои постоянные фавориты. Только знаете, что кирке это, наверное, слишком на тепло. Поэтому пусть стоит и ждет холодного сезона. Также слишком сладкий для меня. Он такой сливочный. Вот этот. Он у меня уже потихоньку заканчивается. Супер универсальный. Такой базовый. Но именно сладко-пудровый. Сладко-сливочно-пудровый. Вот так. Что тут у меня здесь? Боттега, кстати. Вот этот. Один из самых-самых стильных. Господи, как я его люблю. И когда закончится, я однозначно куплю себе новые. Еще одна Боттега. Я ее покупала в прошлом году. Они такие ненавязчивые, не банальные и не очень заезженные. Ну, пожалуй, один из самых-самых любимых зеленых. Это вот этот Эрмес. Это туалетная водичка. Вообще, именно парфюмов у меня не так много на теплое время года. Потому что они слишком яркие, удушающие и заметные для окружения. Это может мешать. Гирленовские водички вот эти. Сейчас у меня только такой. Я делала на них обзор. Поэтому не стану как-то слишком долго останавливаться на каждом из них. Мисс Диор. И я, наверное, до конца жизни им буду пользоваться. Шариковая версия. Это надолго. И вот такой безымянный Байретто. Пахнет, как какой-то журнал из печати. Я привозила его из Швейцарии. Но вот писали, что он много где еще представлен. Стоит поискать. Но в Польше, кстати, достаточно сложно его найти. И добавляю сюда Джо Малунчик. Я снимаю влог. Продолжение этого влога уже спустя несколько недель. И прям нравится. Каждый день сейчас использую. И он такой позитивный, ненапряжный. Вот так. Получше. Остальное я спрячу в темный шкафчик. Теперь пораскладываю немножко. И что делать с этими сережками? От них стопроцентно будут болеть уши. Долго в них не походишь. Но они очень стильные и с очками. Не знаю. Надо определяться. Влог заканчиваю просто волшебными кадрами. Причем не из ресторана. Это обед, который организовала для нас моя подружка Настя. Я получила эстетическое удовольствие. Она еще очень вкусно готовит. Поэтому для меня это был сюрприз. И настолько приятно словами вам не передать. Спасибо, что вы были со мной в этом влоге. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok